МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такой советский фильм, казачки издали меня. Старикам здесь не место. Загадки новейшей истории будут разгаданы. За дело берется Захар Прилепин. Он выяснит все. Упрощенно говоря, кто виноват. Собеседники Захара Прилепина – главные герои ключевых исторических событий последних десятилетий. Им есть что рассказать. Может быть, это равно как и плюс, так и минус? Их правда всегда отличается от того, что написано в учебниках. Вы уже посылаете к черту журналистов, которые просят рассказать вас, как ваша жена ушла к Борису Березовскому. Старикам здесь не место. Мы еще об этом поговорим. Сломанные руки и ноги, выбитые суставы – это та цена, которую готовы платить люди, занимающиеся мотофристайлом, одним из самых экстремальных и опасных видов спорта. Но только профессионализма здесь недостаточно, ведь самая безобидная неполадка в мотоцикле может привести к летальному исходу. Ради чего мотофристайлеры рискуют своими жизнями? Ведь добрая половина их имен так и неизвестна миру. И в какой момент они понимают, что жизнь без риска – это не для них? Сегодня мы поговорим об этом с самым крутым фристайлером России – Алексеем Колесниковым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Колесников Алексей Геннадьевич. Родился 21 июня 1984 года. Первый российский мотофристайлер, совершивший бэкфлип – сальто назад вместе с мотоциклом в воздухе. Любимый трюк – хард-этэк. При исполнении этого трюка обе ноги вытягиваются вверх. Одна рука лежит на сиденье, а другая держится за одну рукоятку руля. Победитель множества российских и европейских соревнований. Вот я хотела, знаешь, что спросить? Когда ты летишь в воздухе, и ты делаешь какой-то трюк, но понимаешь, что что-то пошло не так, и ты сейчас приземлишься, и уж точно неудачно, и можешь что-то сломать себе, ты каким-то образом пытаешься предотвратить эту ситуацию? Ну, естественно. Во-первых, работает рефлекс самосохранения, это само собой. Во-вторых, ты всегда видишь ситуацию. То есть, если ситуация выглядит не очень хорошо сверху, да, и ты понимаешь, что, ну, точно сейчас упадешь, у тебя немного вариантов. То есть, если есть возможность приземлиться вместе с мотоциклом, и ты видишь, что это будет безопаснее, чем без него, да, то, наверное, так. Если же понимаешь, что сейчас точно лучше бросить мотоцикл, и приземлиться на ноги, там, или, не знаю, еще как-то, то, значит, так. То есть, ну, ты как бы, это даже нельзя объяснить, это автоматика. Ну, страшно же. На самом деле, бояться нет времени. То есть, когда ты сталкиваешься с этим каждый день, ну, ты свыкаешься. У нас бывают такие моменты, когда что-то выходит из-под контроля, буквально секунда-две, но это даже, наверное, не страх, а шок. То есть, допустим, когда что-то идет в трюке, в воздухе, не так, как ты запланировал, и у тебя первая реакция, ты понимаешь, что ты ошибся, и это первая секунда, и вторая секунда, ты уже думаешь, как это исправить. Не жалко мотоцикл? Вот для тебя мотоцикл – это девочка или мальчик? Нет, мотоцикл для меня, для меня мотоцикл – мальчик, абсолютно, точно, и, как бы, это моя боевая машина, которую я подготавливаю, на которой я тренируюсь, и с которой я обращаюсь довольно жестко. А то есть, никогда такой, ну, давай, молнишь, давай, сделаем это, нет такого? Нет, нет. После хорошего шоу, после хорошего выступления я иногда подхожу и говорю, спасибо, все было круто. Это техника, которую мы меняем довольно часто, и если сетюкаться будешь с каждым, то, наверное, это просто нереально. Почему тебя называют Калашников? Да, это, это, это кличку, прозвище мне дали ребята в Европе, все началось с Джимми Вербурга, который живет в Бельгии, это директор команды FMX Forever, он все время мне Калашников, я говорю, я Колесников, и не Калашников, а Калашников, ну, им так легче говорить, и все, и так и приклеилось. Все, все в Европе, все меня зовут, Алекс, Алекс Калашников. Ну что, меньше слов, больше дела, помогай мне, я уже хочу попробовать, как это ездить вот на этой машине. Все, в свое трудах. Давай, на рамку. Шу, куда я шу-шу. Вау! Чем этот мотоцикл отличается от другого спортивного мотоцикла? Ну, этот мотоцикл переделан, полностью переделан из точно такого же стандартового кроссового мотоцикла, то есть именно мотоцикл для мотофристайла. Ты берешь стандартный кроссовый мотоцикл и начинаешь его готовить. Начинаешь со всего, то есть меняется руль, ставится более высокий для того, чтобы удобно было делать трюки. Ставится также рулевой стабилизатор. Вот это что такое? Это рулевой стабилизатор, это такая специальная штучка, вот видишь, сейчас в нулевом положении у тебя руль крутится очень легко. Видишь, а когда ты затягиваешь ролик, ставишь на циферку 7 и попробуй сейчас повернуть руль. То есть практически невозможно. Это сделано для того, чтобы когда ты в воздухе отпрыгиваешь от мотоцикла или делаешь сальто и отпускаешь руки, чтобы у тебя ни в коем случае не сворачивался руль. Также специальные отверстия, вырезаны сиденья, специальные отверстия в боковинах, чтобы удобно было упраться руками, делать различные задние трюки. Слушай, а сколько он весит? 95 килограмм. Ну что считается самым крутым? Вот ты выходишь и понимаешь, что у тебя самый крутой мотик. Тюнинг мотоцикла, он на самом деле бесконечный, я даже так не готов ответить. Ну знаешь, что-то наверняка считается дурным тоном, что выглядит красиво, но, например, неудобно в эксплуатации, верно? Ну, наверное, да. Наверное, да. Например, на мотоцикле моего итальянского друга Вани Адера у него сиденье, кожа на сиденье, сделанное из сумки Луи Бьютон. Да, весь мотоцикл выклеен маленькими бриллиантиками и всем прочим. Ну, итальянец, эй, кебелло. Ему так нравится, но я, например, считаю, что это немного лишний в кроссовой технике. Главный результат, я думаю. Абсолютно точно. Талисман есть какой-нибудь или примета? Талисман есть, цифра 13. У меня набита татуировка даже на спине. Покажи, наснимайся. Да, вот здесь у меня моя фамилия, моя фамилия Колесников, и вот здесь вот маленькая цифра 13. Что ты посоветуешь девушке, которая не умеет ездить на мотике, но очень хочет? Посоветую не ездить на мотике. Субтитры сделал DimaTorzok Это фантастика. Каждый раз, когда он улетает за этот пригорок, у меня захватывает дух, потому что мотоцикл уже не слышно и кажется, что что-то случилось, но потом он снова возвращается. Лично мое ощущение абсолютно отличается от того, какие чувства испытываешь, когда смотришь шоу как представление со светом и прочее. То есть здесь ты видишь реального человека, который творит просто чудеса, и у меня есть шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Колесников Алексей Геннадьевич. В Европе известен под прозвищем «Калашников» из-за неправильного произношения европейцами его фамилии. Единственной причиной ухода из этого вида спорта может стать только серьезная травма. После каждого серьезного выступления говорит своему мотоциклу спасибо. В отличие от наших спортсменов, европейцы уделяют больше внимания внешнему тюнингу, обтягивая сиденья дорогой кожей и осыпая панель мотоцикла стразами и бриллиантами. Каждый день, выходя из дома, неизвестно, вернешься ты целый невредимый или придешь и скажешь «упал, очнулся, гипс!» Жизнь такая штука, люди попадают в аварии или зимой подскальзывают на тротуарах, бьются головой об асфальт и бывает даже так, что умирают на месте. Поэтому, не знаю, это профессиональный спорт и, наверное, я даже не могу сказать, что он является самым опасным. По статистике, если не ошибаюсь, вообще мотоспорт стоит на 8-й или 9-й позиции. Это молодой спорт, он зародился в Америке в 1998 году, были первые соревнования по фристайлу, потом также довольно быстро появился в Европе, сейчас уже прогрессирует и там, и там довольно сильно. Очень много райдеров, очень большая конкуренция, очень много выступлений различного плана, много соревнований. Ну и появился 4 года назад у нас здесь, когда я начал первый пробовать свои трюки, пробовать прыгать, да, и вначале там многие в это не верили и говорили, да ладно, брось уровень за границей очень сильный и, наверное, тебе никогда его не догнать. Но спустя 4 года все показало, что время показало, что это не так, что все возможно, надо просто верить в себя, в свои силы, все обязательно получится. Несмотря на то, что мотофристайл – очень молодой вид спорта и реальных профессионалов, особенно среди российских спортсменов, не так уж много, он уже занял место самого зрелищного развлечения. И зрители готовы хлопать, как угорелые, до потери пульса в ладоши, особенно, когда им ничего не угрожает. Что, кстати, друзья мои, не факт, так что будьте аккуратнее при исполнении трюков. А это была я, Виктория Лопырева, и наш экстремальный реальный спорт на ПОСТ-ТВ. А может, в кино? Давай. Только забегу на Кинопоиск.ру. Выберу фильм, найду сеанс, бронирую билеты. Пошли. Кинопоиск.ру. Найди свое кино. Кинопоиск.ру. 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 Кинопоиск.ру.